Фабрикованное дело. Я читал эти, мне всегда смешно было. Никаких прямых, есть только косвенные признаки, никакие косвенные признаки не указываются. Ну, так сказать, экстремизма книги, да. А потом в выводах все есть. Есть призывы, экстремизм и так далее, в выводах. Поэтому, так сказать, это заказное дело, идущее из Генеральной прокуратуры, и проводилось все время давление. Так что, это о том говорит, что книгу весьма боятся, потому что действительно она позволяет многим людям понять многое, обрести смысл жизни, понимание. То есть она несет, надеюсь, мировоззрение, и вот те отзывы, которые приходили на эту книгу, по крайней мере, в России, в Кавказах, в первых тронах, я имею в виду, говорит о том, что именно так и происходит. Особенно вот молодежь, которая всеми путями, правда-неправда, пытается угробить, привести их просто в скотину, в прямом смысле слова. А вот когда, так сказать, получаешь письма, весьма вот красочно видно, как вот девушка нам прислала, что вот я была такая-такая-такая, весьма, так сказать, резко себя характеризовала, что говорит о том, что человек сильный по своей натуре. И вот после того, как я прочитал книгу, я стал другой, и она прислала фотографии год назад и через год. Это два разных человека. То есть от того, чтобы человек поменялся внутри, его мировоззрение, окружение, внутреннее содержание изменилось, он изменился внешнее, естественное поведение и действие. Вот этого и боятся, потому что когда у людей появляется смысл жизни, когда у людей появляется понимание, кто они, зачем, для чего, когда понимание того, что наша страна действительно имела великое прошлое, и это великое прошлое, просто, ну, кажется, как, знаете, как китайцы-европейцы называют, знаете, да? Варвары. Что типа, вот, европейцы-варвары. Так вот, когда вот кто-то второй том читал, главы, которые написаны, есть здесь такие, успели прочитать, поднимите руки. Ну вот, там я, да, много людей, там я накопал древние китайские хроники. Так, кажется, вот эти варвары, которые, говорят, европейцы, приехали и обучили им всему и вся. А по описанию того, как они восприняли катастрофу 13 тысяч лет назад, ну, когда обломки Луны упали на землю, катастрофа, потоп, как это называемый, произошел. На момент этого потопа, 13 тысяч лет назад, жители Китая находились на уровне аборигенов сегодняшнего, ну, Австралии, аборигенов. То есть, у них восприятие, понимание было, небо перевернулось и так далее. То есть, они же не понимали, что изменение оси произошло. То есть, о чем говорить? Это действительно очень примитивный уровень эволюционного развития был на тот момент. Вот, как кажется, какие просвещенные народы были там. И вот варвары пришли, им дали все. За что они варварам благодарили очень хорошо. И вот 7,5 тысяч лет назад, когда действительно была серьезная проблема на нашей родине, в принципе, территориально почти соподающая, гораздо больше территорий была, чем сейчас, в современной России, они в тяжелый момент напали, пытались захватить эту территорию. Ну, вы знаете, календарь последний был именно посвящен, именно начало нового календаря, был связан с победой над Древним Китаем, который в то время назывался Арамией. Вот как-то благодарили, и не только они, народы Западной Европы тоже наших предков очень хорошо отблагодарили, вырезав всех и вся, где могли, которые жили на территории. Вот почитайте Гумилев, почитайте других. Кто-то сталкивался, как он описывает, рубежи там 10-11 века, 9-10 век, 11 век, что происходило в Китае. Вырезали всех белых людей. Вырезали просто-напросто. На своей территории. Правда, территория была по китайской стене, как так называемой, не по вароморках сейчас. Но там, где они были, вырезали всех и вся. Вот благодарность была. Вот знаете, вот на это смотришь, ты думаешь, черт возьми, отстроили нашим предкам это дело. Пускай бы пошли, как сами. Что смогли, то бы достигли. Вот просто могу сказать, даже на своем опыте, я понял, что нельзя отдавать человеку возможности знания, пока он внутренне, качественно, морально, нравственно не подойдет к такому уровню. То есть это значит, что дать младенцу кнопку от чемоданчика президентского и еще сказать, что не нажимание ее. Он тут же ее нажмет. Понимаете, вот ошибки были допущены нашими предками. И вопрос скажет, вот они что-то такие тупые были, что вот такие развитые, такие продвинутые были, пришельцы трубить звезд, колонизируют планеты и так далее, и так далее, и так далее. И вот такие примитивные ошибки, тупые, с которой наши точки зрения делали. Дело не в этом. Дело в том, что это весьма очень продуманная акция темных сил была. Потому что помните то, что я уже расписывал. Перун, когда прилетал 40 тысяч лет назад, он сообщал, что вот, звездная война началась, что вот связи нет, потому что те планеты уничтожены, те планеты уничтожены. Опять-таки, уничтожены не сами планеты, а в принципе цивилизация, то есть выжжены, мертвые планеты превращаются. И поэтому связи нет. Он объяснил, что вот так и так, именно в то время началось переселение других рас, тех планет, которые уничтожались темными силами. И они делали очень хитро. Они уничтожали планеты, которые именно были заселены разными расами, находящиеся на разных уровнях развития. У них шел далекий расчет, что в будущем, когда все это, ну, кинется на, беженцы приедут на Россию, на землю, на Бельгард, и, так сказать, и потом оттуда уже не выберутся, а планировалось только временно поместить, а оказалось временно, оказалось до сих пор, уже 40 тысяч лет, чтобы потом расселить по планету. А когда начали ситуации, эта возможность исчезла. То есть они допустили переселение на землю. Почему? Они прекрасно знали, потому что белой цивилизации никогда не вмешивались в развитие цивилизаций других. Я просто пытаюсь объяснить. Вот некоторые задают вопросы, и попозже, поэтому, наверное, и вам тоже будет интересно, правильно этот вопрос? Белой цивилизации никогда не вмешивались в развитие других цивилизаций, которые находились на более низком уровне развития. Они могли помогать, но помогать тоже нужно, когда это необходимо, уже на определенном уровне только, не ранее. А здесь столкнулись ситуации, когда на одной планете оказались четыре разных расы, в которых вошли представители разных цивилизаций, то есть даже в одной расе это не со одной планеты, а из многих планет, которые резко отличались и по своему образу жизни, по уровню развития и так далее. И вот для них это и нужно было создать такую ситуацию, чтобы наконец захватить Землю. То есть они, конечно, понимали, что это не будет завтра, но их это не волновало. Они знают, что это будет когда-то. Знаете, как вот в машинном мышлении, у них мало чего отличает машинное мышление, что вот, ага, неважно, что сегодня все сдохнут, зато завтра кто будет жить, продолжит, и так будут тысячи поколений пройдут, пока все время будет реализовано. Они не жалеют ни своих, ни чужих. Но в результате этого и возникла ситуация, когда волей и неволей разные расы с разными эволюционными числями, как я называю, вынуждены были соприкоснуться. Первое соприкосновение было, когда анты соприкоснулись красной расы, что из этого получилось. Вы читали, не будут повторяться книги. Я не читал, надеюсь, прочитаете. Но в любом случае, и тогда наши предки решили, ага, значит, чтобы не допустить вот такого резкого перепада, чтобы соприкоснулись расы с разным большим перепадом эволюционных чисел, они решили, извините, за уши подтянуть как можно выше. Механически можно всунуть в голову кого-то знание. Это не проблема. Механически можно, как говорится, и мозги переставить, это, я знаю, своего опыта, и дать такие возможности, которые человек навряд ли бы получил за многие миллионы лет, а может все больше своего развития самостоятельного. Но что невозможно дать при этом, невозможно дать уровень ответственности и понимания человеку. Конечно, кто-то может правильно пойти, но для того, чтобы понимание было, человек должен подниматься эволюционно по ступенькам. На каждой ступеньке горизонт есть. Вот на этом уровне горизонта человек может воспринимать и видеть мир именно как он видит на этом горизонте. Если он поднимется в следующий уровень, он там будет видеть совершенно по-другому. Дальше другое. И не значит, что предыдущий опыт, так сказать, восприятие исчезает. Нет, оно не исчезает, просто оно пополняется и расширяется во много раз больше. То есть на одном уровне только один процент, на другом – 10, на третьем, допустим, 15, и так далее, и так далее, и так далее. То есть те проценты, которые были на предыдущих уровня, они исчезают. Но когда человек, допустим, получает все 100%, он может и правильно проценты, которые были раньше, расположить взаимосвязи. А пока этого нет, даже хороший человек, при хороших, как говорится, побуждениях, он может сделать совершенно неправильные выводы и действия из-за того, что он не видит и не в состоянии на данный момент видеть картинку целиком. И это ведет с собой тяжелые последствия. И вот прошлое и опыты, которые пытались наши предки применить для того, чтобы решить проблему, они сделали ошибку. Они чисто механически решили дать знания, научить, чтобы потом, так сказать, сбалансировать ситуацию, чтобы не было перекоса очень большого, чтобы не было возможности проявления паразитизма уже у тех, кто имеет более высокий уровень развития. Уровень развития на генетике – это не значит, что человек, имеющий более эволюционный уровень развития генетически, как, допустим, белая раса от природы, потому что это миллиарды лет уже накопилось, он уже автоматически имеет духовный опыт с отличием уровня. Нет. Человек любой расы раздается как животное. И проходит фазу животного, разумного животного, и если пройдет, достигает фазы, собственно, человек идет дальше. Потом на уровень творения уходит и т.д. и т.п. Поэтому, невзависимо от того, какая раса, каждый рождается и проходит все пути. Только если эволюционный потенциал уже наработан предками, то его нужно только открыть. И, естественно, она идет гораздо быстрее. Но это не значит, что представители других рас обречены, они тоже нарабатывают. Но это уже и на уровне генетики нужно нарабатывать. Вот кто читал «Сущный разум» книгу, «Разум 2-й том», там я расписываю, как вот с моего понимания, как нарабатывается эволюционное мясо. То есть наши действия приводят к, ко всему прочему, химическим рациям в нашем теле и наработке появления новых связей на уровне нейронов и т.д. и т.п., что закрепляется и уже потом передается нашим потомкам. И, естественно, какие действия, те или иные связи нарабатываются, это или разрушается, или созидается, нарабатывается или разрушается, или теряется, так называемый, условно, просто для простоты и образности эволюционного мяса, или оно теряется. Так вот, то, что мы получили от предков, мы получили, так сказать, генетику с наработанным потенциалом и на уровень генетики. А вот что мы с этим потенциалом будем делать? Это зависит от каждого цвета, воплощение, с нуля все. Я просто, кто слышал, повторюсь, а кто не слышал, когда я в 1991 году проводил свои представления, выступления в Архангельске, когда я работал с залом, потом приходилось несколько человек откачивать, потому что до них была перегрузка, и была ситуация, когда одна молодая девушка была, как говорится, в состоянии коматозном, я ее вернул, и тоже пошел к другому, чтобы было человек 20-30 обычно, чуть больше, меньше, если кто пришел, сколько людей, какие люди пришли. Только дошел, опять брык, и опять в кому. Я второй раз, только откликнул, опять брык, готовый, ну что такое. И пришлось уже задержаться на ней, и когда был установлен трепотический контакт с ее сущей, скажем так, пока воспринимать информацию, она говорит, о, типа, благодарю тебя, наконец-таки я освободился от этого тупого тела. То есть сущность, которая сидела в теле, не смогла к моменту, когда девушка пришла на выступление, не смогла развернуться, не смогла развить свое тело, не смогла снять барьеры между, так сказать, сознанием, которое человек наработал в данной жизни, и сознанием сущности, которое она уже имела в предыдущих воплощениях. И она была очень рада, что теперь она может уйти и искать новое тело. Я говорю, нет, голубушка, залезай и давай работай. Когда я понял причину, и все равно смогут ее закрыть, после этого все в порядке. Но вот этот пример очень наградо показывает, что подарок нашей предковой в виде генетики, к сожалению, это преимущество, необходимое условие, но недостаточное. Без того, чтобы человек сам, вот именно в своем воплощении, в своем данном воплощении, прошло все необходимые эволюционные стадии и развил свое сознание, понимание ответственности за каждый шаг и понимая, что каждый шаг, что каждое действие, к чему и как приводит, и был готов нести ответственность за это, вот если человек будет действовать, он будет периодически ставиться перед определенными задачами, которые он должен будет решать. И зависит от того, и как он будет решать эти задачи, правильно или неправильно, он будет продвигаться вперед и по второму кругу идти. Я всегда говорю, что я, когда объяснял людям, это сравнил, такой подход, как игра в спортивном соревновании Бетло. Человек бежит от точки А до точки Б на лыжи. Тут важно, какие лыжи, какая смазка, какая подготовка, насколько сильный в носе спортсмен. Кто-то может пробежать лучше быстро и прибегает. И у него перед ним мишень и винтовка. И вот он должен разить все мишени. И если все мишени поражены правильно, точно, он бежит с следующей точки от Б до точки С и так далее. Если промазу, зависит, сколько промазу, он штрафные круги делает. В развитии очень похоже в этом смысле на это спортивное соревнование. Когда человек движется вперед, рано или поздно он становится, добегает определенной точки ключевой в своем развитии. Неконечная, это одно из ничего. То есть промежуточный такой, но важный, не пройдя который, он может идти дальше. Вот перед ним возникают задачи, которые он должен правильно решить. Если он правильно решает задачи, он движется дальше. Если он неправильно решает задачи, он возвращается назад, то есть отбрасывается назад. И это не просто, это никто за этим не стоит, никто там не стоит там с дубиной или чем-то угодно, что ага, типа, прокрустил уже в лес, в лес не в лес, а выбрасываем. Это происходит благодаря именно того, что когда человек действует, его действие определяется его пониманием, осознанием того, как он правильно, неправильно оценит ситуацию, насколько правильно действует. И в зависимости от этого его результат будет. он наработает себе новые качества и двинется вперед, или вынужден будет неправильно действие отбрасывать, сжигается эволюционное мясо. И он должен опять подходить. И так будет происходить до тех пор, пока человек не поймет. Как говорится, наступить на грабли желательно всего один раз. Вообще лучше вообще не наступать. Перед тем, как наступить на грабли, уже посмотреть, ага, а что это такое? Определить грабли. Если наступит, что получит? Изучить предмет. Но если все-таки получил, что наступили, один раз получили грабли по башке, то в следующий раз наступать заново не рекомендуется. Но если кто-то предпочитается, все равно буду наступать, пока грабли о лоб не расшибутся. Ну, это право человека. Вот таких моментов, к сожалению, наши предки не учли. Наши предки не учли. И поэтому они думают, что чисто механически передав знания, дав фундамент, это позволит другим расам с более низким уровнем эволюционного числа, быстро вырасти. Но теперь, даже просто такой образ, если взять младенца, и чтобы он быстрее вырос, взять, привязать руки и ноги и растянуть его в стороны, что мы получим? Не уродов, порвем просто, разорвется, погибнет. До взрослого человека. Вот они не понимают, потому что не было опыта или выхода не было. Тут трудно судить. Всегда проще других говорить. Так далее, так далее. Но они ошибку допустили. В результате чего мы имеем ситуацию, которую мы имеем сейчас? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...